всем здорово гарные хлопцы рад приветствовать вас на канале the best game ну и гэс station симулятор продолжаем мы отстраивать нашу великую аз с продолжаем оказывать услуги граждан здорово дядь прикольная футболка чувак прикольная футболка ну давай чё там у тебя чё рассказывай сразу же с мест в карьер как говорится затягивать не будем смысле я еще ничего не сделал чувак мы абсолютно ни хрена не сделали он нас поблагодарил сказал отличная работа типа чувак давай удачи тебе ладно окей окей мы как бы не это мы не претендуем так сказать поехали пока что пока что ничего нового именно геймплей геймплей на нет надо ответить на звонки старого маразматика дяди но мы этого пока делать не будем нам нужно немножко бабла подсобирать потому что у нас всего лишь чуть больше 500 баксов на счету ну и естественно это это не деньги пацаны это были ну ладно ладно минус чипсы ничего страшного пошел ты козел так драхуйте 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 прошу вас я чё я чё так давно не играл уже в эту игру что я реально подзабыл подзабыл управление немного и прям запариваюсь иногда вспоминая что же делать то надо так парковочку надо вот выкупить вот это да чтоб побольше народу здесь тусовалась приходила в наш великий и могучий магазин так где еще полный мусор один где насрали блин так ешкина ложь набросали то набросали в моих крутых фирменных сортирах уроды так ладно не знаю где еще мусор понятия не имею так мы здесь вроде бы все да ну да вроде ой блин там эти ребята приехали туристический автобус прибыл не сейчас короче дегенераты придут опять натопчет на насрут блин ну ладно чё делать то они же нам типа бабки приносят какие-то великие ну хотя кстати да они в магазине очень неплохо затариваются сейчас наверное мы попробуем выставить все что у нас есть если у нас конечно что то есть ну да у нас нету ничего к сожалению надо закупаться пацаны особенно сишками табака нет так пойдемте ладно звонок дядя ох ты ж мать и вот я же говорил пацаны но я же я же предупреждал ну короче докурились что называется докурились я думаю надо перезагрузить это дело все так да 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 перезагружаемся но тут как бы все тут без вариантов обдалбились все-таки спайса и вот результат на ваших экранах было не перевернули к хренам собачьим автобус блин идиоты так ладно давайте послушаем старого маразматик чем там нам вещать будет так ну наконец-то блин старый маразматик нам рассказал о том что можно приобрести трейлер о том что можно приобрести трейлер и наконец-то нанять сотрудника ну потому что ну я реально под запарился здесь бегать блин все убирать я надеюсь что сотрудник будет плюс-минус эффективным ну от него будет реальная помощь а не какая-то там знаете такая мистическая он действительно будет помогать так а здесь покрашеная чуть нихрена не вижу не пойму свет как-то странно падает ладно давайте на крышу очень мне хочется такого помощника который ну который будет помощником они говнарем каким-то я надеюсь я правильный цвет выбрал там просто два таких оттенка оранжевого да вроде верно окей аккуратненько аккуратненько не нас риом не нас риом не нас риом отлично а а это чё предбанник тоже надо покрасить типа ай-яй-яй-яй-яй-яй тихо-тихо так ну вы посмотрите уже получается просто отлично вы только взгляните на это я уже маляр со стажем ну то есть уровень пт ушника достигнут это 100 проблем 100 процентов штукатур маляр после трех лет обучения посмотрим что у нас здесь ну здесь крыши покрашены все от нет 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 вот есть здесь еще не покрашенная вкладываю просто все свое мастерство вы только посмотрите ни капли не пролито отличная работа считаю так полный мусор где-то до сих пор светится а вот где я не пойму может в этой в сто тогда привет крошка что у тебя случилось давай поднимем посмотрим колесо твое накрылась тазом медным судя по всему так чё-то я не понял и чё подождите ребят я чет не пойму стопы колеса у нас есть все нормально я не могу взять колесо чё за херня алло алло у меня не работает эта хрень буду то я сейчас не въехал так ну окей зеркала вроде у нее целые а наверно надо сначала принести запас куда ну да надо блин вот реально ребят не играл наверное неделю и уже напрочь забыл что здесь надо делать и как это делать правильно вот так бывает да вот так бывает главное не забыть как задницу чесать потому что ну вот это реально чревато проблемами а это ерунда стою такой втыкаю капец да да ребят маразм маразм что вы хотели старческий уже наступает вообще наше поколение слабенькое достаточно то есть мои родители там мои дедушка с бабушкой они в моем возрасте еще там зажигали так что мама не горюй а я видите я уже не помню как играть в игру которую в которую рубился буквально неделю назад так и я не пойму вот это зеркало шо с ним вроде все в порядке с ним так так ага одно побито все до снова заказывать колесе отлично давай крошка пока пока моя хорошая пойдемте обслужим клиентов в самом лучшем смысле этого слова естественно поехали так чё пацаны последний табачок забираете да 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 табачок надо заказать табачок надо заказать давай давай смелее смелее подъезжай подъезжай дядь мне нужны твои бабки а тебе нужен мой бензин с деньгами чё-то вообще напряженка прям жесткая ладно я очень надеюсь что мы сейчас наймем сотрудника и сможем немножко освободиться таким образом мы пойдем покрасим наш склад потому что склад у нас напоминаю он не покрашен он все так же страшно и облезло выглядит словно из я не знаю там из из фильма у холмов есть глаза или еще искать херни типа того давай братишка давай удачи тебе ну заказывать ничего не будем пока не приобретем трейлер работник в сначала нужен трейлер да ему типа до фургона для сотрудников автофургон и несколько общих помещений для проживания ваших сотрудников во время работы на станции в нем предусмотрены все основные потребности которые могут им понадобиться кстати недорого 249 мы покупаем наверно чё так трейлер потом можно сделать найм маки так пора обновить станцию говорят мне это меня радует к 100 понятно потом можно покупать типа трейлеры покруче что ли или или что это такое второй фургон для кемпинга чтобы разместить больше сотрудников благодаря этому первый набор наконец-то обзаведется достойными соседями ну понятно ладно и так на повестке дня господин эндрю из пиратов карибского моря судя по всему он этот капитан от кальмар блин кто такую себе бородку то страшную делает ну просто отвратительно лучше бы сделал там козли ну я не знаю ладно не суть эндрю только что закончил работать на трех работах одновременно нифига себе чувак в его резюме отмечается что он ищет более доходную работу независимо от ее сложности чтобы иметь немного больше времени на себя чем раньше он имеет хороший опыт работы в сфере обслуживания и как отмечается хорошо ладит с коллегами персоналом да пошел что-то скучно уже типа но они что тот что другой первого уровня и просят заработную плату ну плюс-минус одинаково но вот у этого заправка побыстрее идет уборка 11 ремонт ремонт касса уборка я думаю я вот этого возьму просто заправлять машины я сам могу это несложно так ну что ж мы наняли сотрудник начать разговор давайте потрендим с ним так список задач короче чисто на кассе пусть будет интересно если он встанет на кассу то он сам будет заказывать товар или нет ладно пусть пока короче на кассе стоит и где он народ уже как бы здесь ждет где этот козел блин возьми блин шланг так отлично 30 баксов срубили легкие деньги и зима не кайф так ну слушайте где этот бездарь то меняет меня в корне не устраивает так работаешь да так смотри мне девочкам не груби козел вонючий но мы пока подметем немножко здесь отлично в принципе часть обязанности с нас спала и меняет естественно радует безумно прямо радует это очень это грязь или нет не это так и есть я понял козел натоптал эндрю блин общайся с людьми общайся разговаривай с ними они любят разговаривать так оплату чем заплатить премию оплатить все ладно давайте оплатим ему все так никакой премии пошел он даже блин с клиентами не общается так что я хотел сделать доставку я хотел заказать нам нужны товары напитки до напитки не помешают ну берем получается под зеленым маркером то есть зеленый маркер насколько я понял он указывает на выгодность заказа так вот это зря я взял ну ладно хрен с ним пусть будет очень страшного так алкашечку обязательно алкашка обязательно должна быть так сигаретки мороженое нет для мороженого у нас холодильника нет пока по крайней мере так ну ребят можно еще чего-нибудь закупить еще напитков давайте возьмем да и сигареток можно еще взять лишь бы денег хватило че 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 нет возможностей на складе понятно я не понимаю как работает все все ну да нет бабла у меня хватало я я я не понимаю как работают эти цифры серьезно я вроде не тупой но что-то все так сложно устроено именно вот со складом то есть типа ну его заполняемости и сколько он может вместить так но здесь у нас все хорошо надо вы выбросить вот эти покрышки пора бы уже еще куда он ее выкинул придурок да и наверное этого пороша воза пора уже заказать потому что потому что мусорочек то копится хоть приберемся наконец-то здесь так ну и у нас теперь стоит чувак на кассе теперь нам нужно по максимуму витрин всяких разных но для этого опять же нужно бабла подкопить то есть нам сейчас нужно завести мороженое пирожное вот для рыбы опять же нужен холодильник ну это удобно согласитесь вот так вот хоп в сортире нашли рыбу и в холодильнике и а какой-нибудь клиент придет и приобретет ее круто же по моему я просто сейчас офигительную бизнес идею придумал бизнес молодость но отдыхают они до такого никогда не додумаются 5 так ну естественно естественно так отлично новое письмо да пошел ты вот этот старый маразматик блин еще и судя по всему рэкетир он бы лучше помог нам материально ну ладно хрен с ним не материально а физически просто бы встал там за уборщика например да убирался бы тут мыл бы полы и драйл очки сортире нет же он все там дает какие-то указания типа ты делай так делай так так левая кнопка мыши загрузили так и еще коробочка ну сейчас там прям это нормальная поставка мы до хрена всего заказали все последняя ход к давай все дядь вали она даже закрытие калит куда тут и не сможешь уехать придурок так пацан еще горло промочу блин ребят еще простыл чет в последнее время прям очень плохо переношу простуду ну вернее не то чтобы переношу простуда очень плохо переношу вот эту осеннюю погоду когда сляк от на достаточно прохладно прямо могу блин свалиться буквально там на следующий день дядька работает вроде ладно пусть работает ну и вот сейчас я простыше я думаю это заметно по голосу так что извините если что если уж если уж прям сильно давит на на ухо вы уж меня простить все забили забили полки вау крошка едет к засранцы блин так клиенту гаража ну давайте пойдем посмотрим у нас там по моему всего одно колесо осталось да одно колесо да мы тебе ничего не сможем сделать стой жди дура так здесь тоже все тихо что блин тачки на заправку так слабо приезжают ну и надо будет это расширяться потихонечку давайте посмотрим что там что там из витрин продают так можно кстати улучшить же эту автозаправку но надо ли это делать давайте сначала стеллажиков под наберем так вот подмороженная у нас точно нет стеллажа большой стенд ну естественно берем большой так где он где 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 не понял а вот здесь да да здесь так большой стенд с мороженым дай его разместить давайте пока наверно вот сюда поставим отлично так ну и на последняя хотя же этому типу нам надо заплатить а то он устроит какую там блин забастовку или еще ни хрена 76 баксов у меня даже денег таких нет так чет я по ходу дела скоро работников с кассу беру они слишком многого хотят взял блин его без опыта короче без такого блин типа ну реально тип какой типчик типчик а он там по 76 баксов зарплаты хочет ну дядя прифигел кэш дядя конечно прифигел никакой премии никакой премии все живите на заработную плату этого достаточно так здесь надо прибраться а мне еще мусор вывозить а за это между прочим тоже с меня денег попросят тоже такие типы блин клиенты ни хрена не покупают ну блин по 4 бакса чё это за бред то давай какие-нибудь до продажи делай как в магнитах там в пятерочках чё это за фигня предлагай там жвачки какие-нибудь я не знаю блин вообще вообще не хочет работать скотина блин и чё-то люди на заправку не едут наверное зря я перезагрузил блин уровень топлива низкий но просто отлично зря я наверное перезагрузил заправку мне кажется что раньше на топливную колонку приезжало больше машин сейчас что прям это сейчас что прям совсем слабо слушать им давайте еще эту парковку нет надо опять же как мы парковку прикупим бабла то нет ауди генерата дядюшки но мне совсем не хочется занимать потому что я представляю чем это мне грозит это грозит очередным избиением и прочтением морали какой он офигенный челик как он мне по родственному по-свойски так сказать помог а я вот такой ублюдок больной ему деньги не отдал вовремя по дикий процент который он мне выдал так я за тобой слежу короче чувак работа работает добросовестно так давайте копцов заправим пока на из 30 бакинских подняли такой тут нормально берет берет бенза отлично 53 бакс скором ускором по крайней мере накопим на то чтобы закупить бензина еще нам надо мороженку купить еще нам надо покрышки купить но смысле колеса там еще надо в сортире помыть столько дел столько дел как все успеть не представляю так уровень топлива не куда он делся козел я не понял а где этот козел в смысле почему он ушел с рабочего места и алё а так все пусть идет но это на перерыв он оказывается устает блин блин я-то думал они не устают ну типа в этой в в магните там в ленте там же не устают кассиры а нихрена что-то хрена что нихрена себе то есть при том условии что он еще и устает надо ему еще и бабки платить так типы тису судя по музыке приехали типы сейчас будет весело ребят хорошо что мы пополнили полки магазинов мне кажется клиенты стали покупать гораздо больше ну уже 35 баксов до дегенераты приехали дегенераты приехали под спай сухой как всегда блин не вовремя топливо закончилось ну ладно у нас есть возможность сделать заказ по моему 200 баксов будет стоить 460 офигеть до отменить блин 230 но это вот хотя бы так давайте так ну чё рассказывайте пацаны рассказывайте какие соли курили что употребляли почему вас так шторит я как бы сам пробовать не буду потому что вообще этой темы не одобряю но мне интересно мне интересно с каких веществ так долбит давай вали отсюда так блин господи как же они мне здесь все затопчут так 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 тихо 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 отдохнуть этому так чем он зарядился уже энергией давай это список задач давай дуй на кассу все шел козел бензина то у меня нет но слава богу вот он прибыл ни хрена себе надо 100 клиентов обслужить они еще шутят что ли так но он вышел нет тип вонючие но сейчас он пока шары там блин пока шары свои откроет пока блин зенки свои продерет тут уже вся клиентура разбежится что за люди вообще безответственные работники абсолютно еще такие бабки просит за это в качестве зарплаты так чё там есть бензинчик есть отлично надо слоя срочно пополнить запасы бенза потому что у нас всего лишь там 100 галлонов или 100 литров я не знаю в чем здесь измеряется это все дело да где наш продавец ублюдок вонючий не но это не надо все короче ну типа это я думаю ему пора отвратительный работник анти работник года поймал вы видели вы видели вы видели поймал поймал она уже падать собралась в корзину я и схватил во время прям 21 бакс ну что на этом можно заработать олея о чем они вообще даю чем там набрать и сейчас вот это все выйдет на 25 долларов а нет на 50 отлично где мой дегенерат работник я его вообще не вижу даже вот говна вот говна так ну вот неплохо вот это уже неплохо почти полтинник так работника нет скотина блин ну вот так как всегда получили получил первую зарплату все пошел бухать видимо бухандить урод блин с другой стороны я понимаю насколько они ценные здесь потому что ну на его место придет дегенерат который в сто раз хуже него может быть но это все как в реальной жизни мне приходилось исполнять обязанности и чара на работе это просто трындец пацаны я вам скажу там доходит до такого бреда что как бы человек позвонил все там узнал до по должности ты ему тоже там все рассказал что типа ну такая то там зарплата какие-то условия и так далее и тому подобное он будет ой круто круто я хочу посмотреть и прийти там все такое его записываешь на собеседование на личное интервью и он просто не приходит и таких случаев было наверное ну из человек десяти там грубо говоря которые я записал но около семи не пришло не пришли просто при этом они сами говорили я хочу прийти на интервью просто забили хрен забили болт вы даже все не представляете сколько дегенератов блин в мире существует и при этом по общению там ну по телефону нас совершенно кажется что адекватный человек никак не выделяется он там какими-то фразами или каким-то поведением поэтому работника очень сложно найти и видимо нам придется терпеть выходки нашего продавца или поставить его на должность уборщика сместить так сказать 36 баксов неплохо неплохо нахрена нам работник нужен когда мы сами блин заказ и сейчас надо еще пойти тачки заправить сейчас вроде более или менее день денежками разжились надо заказывать колеса давай давай вали отсюда женщина вали отсюда женщина так колес 8 надо по-любому заказать лично ох ты ж мать посмотрел короче у одного чувака видео что оказывается можно просто вот так мешок держать не надо блин ну каждую вот эту бумажу личку бутылочку внести там до мусорки или до мусорного бака вот опять рыба была то есть мы вполне могли продать ее какого каким-нибудь уродом если бы у нас был рыбный холодильник естественно ну давайте заправим их то они уже достаточно давно стоят ждут а как вы знаете бензин это наш основной доход ну по крайней мере мне так кажется мне кажется что с него больше всего маржи идет и поэтому ну заправлять тачки куда более выгодно чем торговать там или ремонтировать автомобиль ну чем торговать я имею ввиду за заказ и торговать там напитками и прочей хренью сигаретами окно естественно здесь все подмести работник кстати так и не вышел урод я думаю это пускай ладно потому что я так понимаю заработная плата ему не идет если если он не работает за кассой так давайте чек ним где он там этот урод работник ну и чё давай список задач торговля на кассе текущая задача отдых он в смысле всегда отдыхает список задач торговля на кассе я понял ему надо заплатить было это муру вот говно вонючая вот козел блин дерьмоед блин с кальмаровой бородкой вот все вот теперь он выйдет я понял мы ему просто бабла не закинули вот он начал бугуртить урод мог бы как бы за это ну за себя за сашку там за булочку и трамвайчик вот все в деньги упирается все в деньги что за люди пошли никакого альтруизма абсолютно маме своей папе бикой иду я видишь дебил заезжая говнарь так это у нас колеса прибыли отлично отлично сейчас можно пойти наконец-то на в автомастерской тачку отпустить ну или опустить и клиенту гаража один уровень топлива опять низкий так наверное топливом это сейчас под закажем потому что мне совсем не нравится что у нас может закончиться бензин окончается он как мы уже выяснили прям не вовремя очень не вовремя засранцы доставка пам 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 поставка топлива ну соточку берем отлично блин ну да он же по 2 и 3 доллара пойдемте заработаем заработаем денег на бензин у колес зато теперь ну просто жопой жуй только на хрена она нам так чаще 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 сначала надо поднять тачку короче забыл совсем об этом алгоритме вели так это нормально это нормальное колесо так это нормально это нормально с колесами все в порядке так с дверью что-то это лечится шприцом но вы только не подумайте кэш а блин да ну я парюсь с управлением реально сейчас все замалюем не с и детка сейчас будет как новая и все что ли в мусор соберем а это кстати свежий да да это походу свежий колес здесь нет 110 баксов кстати неплохо подкинула тёточка то тёточка то неплохо подкинула работает работает молодец дяденька молодец бензин бензин ребят надо заказать бензин бензик бензик нам пожалуйста бензинчику соточку поехали так так ты пытаешься обмануть меня в смысле почему сейчас там было надо этой тёлкой фраза такая что я типа и пытаюсь обмануть что за бред у нас наоборот уровень 5 и ну мы типа крутые стали и никого не обманываем мы давай валец не наговаривай на нашу азэс хорошие ребята блин мороженое надо еще закупить и товар весь уже закончился все лкашку разобрали уроды новое письмо уровень топлива низкий ох как же я мечтаю нанять уборщика который будет заниматься только выносом мусора это действительно очень скучное занятие которое не приносит ну никакого удовольствия а я еще и ну должен как-то озвучивать этот процесс а а говорю я как вы слышите в нос и вам наверное мой гундеж овер неприятно слушать но придется потерпеть пацана что делать да вот так придется потерпеть так я надеюсь он там блин да чё-то глючит мешки начали еще вот этот тоже вынесем мало мало ребят мало меньше клиентов стало на непосредственно на топливных колонках наверное разрабы поняли что это имба и и убрали это все дело прикрыли так сказать лавочку кстати а вторую парковку то мы так и не выкупили и не выкупим потому что у нас денег сейчас нет ну давай давай быстрее дерьмоед дерьмоед ну чё он там родил чуть отлично кайф 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 полтосик прям в легкую ребят полтосик вообще на изи чехол еще один ну собственно говоря вот мы мы окупили пол буквально заправили две тачки окупили половину поставки этой бензина так энергия у него есть пусть пашет а я ведь уверен здесь ведь нельзя не зря здесь есть графа это ну премии я уверен этот хрен как бы ну может сбежать от нас типа сказать а вы не платили мне премии все давай пока стопудово такое возможно поэтому надо еще и ублюдку этому блин ленивому премии за премию заплатить чтобы он не сбежал от нас в итоге оплатить премию не с чего сто пятьдесят пять баксов опять на ах ты скотина сволочь блин что не попал что ли скотина давай блин где этот урод малолетний сволочь 5 стены красить ну кстати смотрите возле ну на парковке в магазин то есть народу достаточно много но хотя многие останавливаются здесь просто чтобы погадить в сортире но тем не менее мне кажется народу прибавилось может быть стоит все таки ну раскошелиться и выкупить еще одно место на парковке еще знаете че подумал ребят слушайте а мы ведь можем вскрывать багажнике пока типа короче чуваки так стопе 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 подождите 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 ребят тут по моему по моему родилась супер бизнес идея просто офигительная короче пока эти дегенераты иди отдыхай деды х и список задач в единый перерыв козел короче пока эти деньги так пошел 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 сейчас закрыта он сложный но мы не сможем его короче это открыть жаль или сможем нет не сможем это не я это не я это это не так 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 короче мне это начинает нравится ребята монет начинает нравится закрыта средний главное не спалиться главное не спалиться блин вроде бы ну почти удалось даешь твою ложь ладно пойдемте чтобы отвести от себя подозрения разгрузим тачку да выключись ты бога ради разгрузим тачку но мне кажется это бизнес-модель может сработать и от чего интересно зависит навык по вскрытию замков ну типа что нужно побольше этих побольше тачек вскрыть что ли и тогда ты будешь просто я не знаю там марка моровихером офигительным вали отсюда деле не 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 надо продолжить этим заниматься я думаю это очень очень прибыльное дело будет так все свалил пойдемте пойдемте так у нас сейчас сотрудник кассы сотрудник магазина он на отдыхе это значит что козел накалякал спел же сволочь так вот вот это же краска итак на кассе двое человек и на парковке две машины отлично отлично вот эти две тачки мы вскроем ой не это сложный замок тоже сложный даешь твой ваш начальный во вот это наш уровень ребят но надо поторопиться я так понимаю потому что она видимо это до сортира пошла да чё за говно а крокодилы бегемоты здравствуйте ну то есть мы типа не спалились я надеюсь она просто так газа нула я надеюсь она вас не уличила в воровстве ладно давайте клиентов обслужим и все что ли 2 баксов пошел вон нищеброд вонючий блин какого хрена ты забыл вообще на наши заправки у нас заправка для вип-персон а магазин тем более нищебродка вонючая я тебя еще не заправил так они по ходу дела не стали просто ждать и свалили в закат так копы едут что тоже нехорошо не по мою ли душу возникает у меня вопрос не хотят ли они меня это знаете ли арестовать за то что я там вскрываю багажнике и я честно говоря так и не понял получил я эти 6 баксов или нет которые там лежали но я увидел что там лежит 6 баксов но как бы упали они мне в карман или нет я к сожалению чё-то не догнал отлично мы заказали короче хренову гору колес и теперь эти типы перестали их пробивать вообще восхитительно блин я же специально вам колеса заказал какого хрена ну вот здесь геймплей не доработан я в одной из первых серий да по-моему и во второй серии говорил о том что здесь надо добавить возможность похищать людей потом делать их рабами чтобы они там работали уборщиками стояли за кассой заправляли автомобили а тачки этих людей ну которых вы похитили разбирать в этой автомастерской так копы точно не по мою душу вот так же здесь нужно было обязательно в геймплей добавить ну такую фишку знаете типа там на любить клиента типа он такой приезжает и у него там ну по факту две поломки а может быть даже не одно и он вам жалуется и у вас есть допустим там какой-нибудь не знаю ну специальный навык такой по налюбливанию если он если этот навык высок то вы можете его там вообще не хило раскрутить на бабки а если низок ну тогда как бы он вас раскручивает на бабки ну блин действительно можно же было добавить эти вещи я считаю это было бы прикольно к тому же копы здесь уже есть то есть надо бы было постоянно тариться от копов убирать рабов с кассы или запугивать их настолько чтобы они прям молчали как рыбы давали уже я считаю это отличная идея и игра бы с таким геймплеем прям зашла на ура найс подкопили деньжат надо быть теперь все-таки выкупить парковку так 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 еще бы вспомнить где она уровень повышен мастерская но я не буду пока повышать уровень мастерской оборудование может быть прочее да во 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 здесь можно получается купить парковку а можно купить дополнительную эту колонку топливную и остановку еще можно прикупить не давайте начнем с парковки ребят 400 баксов нормально отлично так привет ребята привет привет что привело к вам что привело вас к нам столь поздний час что вы хотите услышать мой гнусавый город голос но это я всегда за заходить успеем еще отоварить ну в хорошем смысле этого слова разумеется да ём ты нищий брат вонючий шел цена так 35 долларов давай давай заезжай дружище заезжай вернее это не дружище а подружище заказывайте что вы хотели я вас понял сейчас сделаем опал тишок так 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 ну поток пошел ребят ребят поток пошел надо вызывать дегенерата работник начать разговор так ему нужно заплатить естественно блин ну нету чувак но пока нету на премию пока нету давай это торговля на кассе да давай пока без премии поработаешь ничего страшного я думаю пока без премии короче дружище извини я пока тачки по вскрываю средний здесь вообще вскрывать даже ничего не надо ладно окей будем считать что сегодня мой день давай 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 беги 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 быстрее сволочь кстати мороженое забыл совсем его разместить но и надо расширять расширять ассортимент потому что ну столько бабла было вложено сюда работника там взяли опять же витрин там всяких закупили это же все блин это все труд это все деньги баблище но народ вроде пошел потихоньку помаленьку но пошел парковка не зря была приобретена да ё-моё топлива топлива забыл заказать я дебил надо внимательнее следить за этим за всем потому что как выяснилось обосраться это прям можно очень быстро ну да 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 смотрите клеентосов стало больше тачка стала больше клеентосов стало больше соответственно это не может не радовать опять насрано давайте подотрем так бензин у нас едет нам нужно нам нужно нам нужно расширить ассортимент магазина вот что нам нужно сделать я так думаю все это не просто так придумано то есть ну типа чем вы чем дальше мы идем по ассортиментной линейки до которую нам предлагает игра тем больше маржинальностью продукта и может быть магазин у автозаправки это уж не такая уж и хреновая вещь как мы думали ну как я думал до настоящего момент возможно это сверх выгодная хрень блин и и возможно мы потом вообще не будем абсолютно никого заправлять а будем просто там типа ну стоять за прилавком да и все но и в мастерскую почему-то никто не едет чё случилось раньше в мастерскую прям достаточно часто приезжали вот кстати идея по поводу геймплея надо еще добавить такую вещь здесь чтобы герой наш мог выходить на трассу и подкладывать эти там гвоздики знаете ли саморезики ну и причем подкладывать надо как-то по-умному то есть если ты положил до заправки саморезе кто клиент к тебе приезжает а если позже ну типа он едет на следующую заправку шоу на маска и лети свой космос дебил вот если клиент проскочил уже вас ваш шиномонтаж то все как бы извините извините он просто уезжает там куда-то вдаль вот это тоже была бы интересная составляющая геймплея но вы только представьте рабство похищение людей во первых потом рабство разбор машин на запчасти подкладывание там различных режущих предметов для того чтобы привести клиентуру к себе на сто то есть такой едет такой чувак напарывается на гвоздь который вы положили на трассу приезжает на сто типа ну поменяйте мне там колесо пожалуйста вы его похищаете на делаете своим рабом его тачку разбираете на запчасти продаете ее всю просто целиком полностью по запчастям а этот чувак остается у вас работать там ну я не знаю на какие-то дикие сроки там года на два например и он действительно считается бесплатной раб силой но это было бы просто офигительно я считаю они совсем перестали прокалывать колеса вы только посмотрите я наверное зря в прошлой серии машнил на это на то что ну типа с колес никакой выгоды вот они решили перестать здесь очень все хорошо народе сходит пивко разбирают сигаретки берут алкашечку берут меня это радует я прям смотрю и радует знаете ли процессу 55 долларов хорошо привет крошка ох бедная как же тебе тяжело из нее вылазить с твоими-то ногами от ушей рожа правда страшно у нее ну так да неплох неплох скоро надо будет пополнять запасы пополнять запасы в магазине но и надо бы наверно какую-нибудь витринку еще дополнительно прикупить давайте посмотрим что там есть еще оборудование стеллажи автохимию можно купить так 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 ну я надеюсь ее можно поставить ну здесь у нас на нашей автозаправочной станции давайте попробуем то есть не обязательно же ставить этот стеллаж в в автомастерской то давайте вот так вот дрыбал из ним по моему вполне ну к этому стеллажу хотя блин говно конечно самом деле сделал давайте вот сюда пока поставим все пойдет в пока что так ну вместо реально маловато уровень топлива низкий офигеть надо заказывать ребят надо заказывать потому что топливо это наше всем 200 нам не хватит просто денег соточку закажем очень надеюсь что чувак с топливом приедет быстро где он там давай быстрее блин 450 метров там или футов или фунтов в чем тут измеряется расстояние давайте чуть подождем резину потянем потому что не хочу остаться без топлива совсем подзарядился энергетиком сорян за эти лишние звуки на заднем фоне едет едет прет можно заправлять 54 бакс как прекрасен этот мир посмотри и 54 бакса мне вручи давай быстрее говновоз так ну этого челика нам пора уже это отправлять на заслуженный отдых блин ну и надо ему бабок заплатить еще на плату 92 фигеть 92 бакс маме своей папе бикой детка поехали качаем ну вполне вполне неплохо неплохо хотя прироста денег особого я пока не вижу но мне кажется ситуация улучшается ну в целом и в общем становится лучше то есть зарабатывается баблишко клиенту гаража быстрее 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 бежим 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 колеса я я надеюсь колеса так надо поднять сначала бой бандос какой-то приехал вы посмотрите только на него да наконец-то чувак как же я долго тебя ждал с твоим с твоим колесом вонючим куда делась колесо то е-мое да блин что за дерьмо а то я 8 колес набрала толку абсолютно никакого закрутить закрутить кручу 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 верчу обмануть хочу отлично что еще зеркало наверное или дверь нет зеркало зеркал надо тоже заказать зеркала заканчиваются последнее время бум прямо таки на эти зеркала раньше на колеса был теперь на зеркала 180 баксов ну так и чувака надо отправлять отдыхать потому что он подустал чувачи хотя сам уйдет поди чё я буду блин заморачиваться с этим совсем устанет пойдет отдыхать да и все дела в короче на каждом направлении должно быть двое сотрудников один работает 2 отдыхает вот тогда ну тогда дело будет спориться но пока что как ну все он уже пошел отдыхать блин куда-то пропадают вещи серьезно куда-то под землю и контейнеры почему-то мусорные не на не наполняются но меняет конечно радует безусловно но все же 420 долларов очень хорошо первым делом закажем бензин так блин не хватит столько ну давайте еще немножко под заработаем сейчас блин они срать пошли все а я кстати нашел вот он мешок то лежит это думаю куда он улетел блин надо набрать денег на 200 галлонов топлива отлично теперь нам хватит доставка бензик 200 пожалуйста закажем закажем здравствуйте господа здравствуйте я рад вас видеть на нашем 100 автозаправки и магазине у нас здесь знаете ли три в одном 7 долларов вообще не деньги пойдемте лучше заправим кого-нибудь вот эта тема блин три доллара да вы чё бредите что ли ё-моё ребят нищеброды блин вонючие давайте покупайте нормально нормальные суммы на 50 долларов на 100 супер подходи 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 дядя не стесняйся блин ты чё какой-то чувак с нетфликса там таких любят каждый свой сериал засовывают последнее время давай удачи тебе ну вот и бензовоз приехала 112 долларов но я думаю я на эти деньги автохимию себе не закажу это прям стопудово давайте глянем кэш ну хотя нет можно вот эти салфетки купить например 30 штук ну давайте возьмем ну больше нам ни на что денег не хватит так что пока что только влажные салфетки не более привет дяденька еще хотел еще хотел рассказывай чаще тихо 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 ну и пора уже там эти пополнять витрины товаров больше нет сигареты закончились здесь тоже как бы не особо напитков вот пока дохрена напитки не надо брать их прям овер дохрена так доставка едет у нас с влажными салфетками влажные салфетки в дороге вообще незаменимы да они и дома надо сказать незаменимы ну знаете там иногда нужно кое-чего вытереть если вы понимаете о чем я особенно когда вы за компьютером сидеть и смотрите на красивых женщин ну что ж ребят на сегодня неплохо я считаю ну как бы глобально глобально ничего не изменилось мы из глобального мы сегодня наняли работника вот этого дегенерата эндрю или как его там зовут и купили дополнительное парковочное место ну деньги были вложены не зря я считаю что деньги были вложены не зря потому что народ пошел народ пошел и это радует супер просто как радует так что вот такой вот сегодня был насыщенный день на нашей аз с ну это уже не просто аз с это уже знаете такой автозаправочный комплекс офигительный так доставка там приехала ладно это все потом это все в следующих сериях вам спасибо огромное что были со мной не забывайте подписаться на канал лайк дизлайки естественно с вас и обязательно комментарий всем еще раз спасибо всем удачи пока до скорого